Ася, здравствуйте! Здравствуйте! Вы преподаватель танцевального направления джаз-фанг. И у меня к вам вопрос. Почему именно джаз-фанг? Как вы вообще оказались в танцах? В танцах я оказалась буквально даже с детства. Но джаз-фанг я танцую примерно 5 лет. Попала я на это случайно. Зацепила меня именно своей подачей. То, что девочка может почувствовать себя женственной, уверенной. Это в качественных стиле, который преподносится в основном в хореографии. Но сейчас мы стараемся вынести этот стиль на новый уровень. И танцую это что-то на уровне важных. Хорошо. И следующий вопрос. Вам больше нравится преподавать или танцевать самой? Ну, здесь, наверное, 50 на 50. Мне нравится преподавать, потому что мне, знаете, очень приятно, когда я вижу результат. Когда я вижу, что ребенку это нравится, и когда он постепенно раскрывается. Но самой же пронсывать это, конечно же, совсем по-другому, наверное. Всегда нужно, я считаю, развиваться, тем более, если ты любишь. Хорошо, отлично. А что бы вы пожелали своим ученикам? Может, какие-то советы или направления, наставления? Ну, я бы послала, я знаю, никогда не стесняться с себя. И всегда стараться... Стараться не пропускать тренировки. Ну, так каждый педагог очень строго бледит за тем, чтобы ученик не пропускал свои тренировки. Ну, а если в целом посмотреть, вот прям совсем глобально, что ваш танец несет, какую пользу? Вот вы правильно подметили, что не стесняться. Это, наверное, некое раскрепощение, да? То есть, если, грубо говоря, к вам придет ребенок, и можно определить его до и после, как бы вы могли к этому формату подвести свой результат? Вот пришел такой, а вышел вот другой. Что именно вот это другое, что оно там вот должно быть? Ну, во-первых, это, наверное, повышенная самооценка. Ну, не скажем, повышенная, а выше, чем была на первомачальном этапе. Во-вторых, это, наверное, любовь к себе. И в-третьих, это общение, потому что, приходя в студию, здесь очень много детей, и все это объединяет одна мечта, одна цель, одна мысль. Значит, мы можем смело сказать, что релакс, он учит любить себя, раскрепощаться, быть незакомплексованным и находить друзей. Да, спасибо большое. Спасибо большое всем. Спасибо.